Песня «Посмотри, какая мгла в глубине долина» Какая фраза, да? Согласны со мной? Оно будет как-то грамотнее, не взирая на нынешние словари. Это что-то... АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Я бы вначале позволил себе сказать несколько слов об этой странной профессии. Странной, потому что человек, обладающий талантом и голосом, выходит и поет, не завися ни от кого. Пианист садится, играет, не завися ни от кого. Даже если стоит пианино фирмы «Лира». Дирижер ничего не может. Он зависит от пианиста, от скрипача, от певца, от всех. Пианист. Идеальное слышание того, что он должен сыграть в сонате Бетховена. И он подгоняет свое идеальное слышание к реальному своему звучанию. Но сам. Дирижер не сам. Что он должен сделать для того, чтобы певец, если я буду говорить о дирижере, конечно, буду говорить о том, что ближе мне это об искусстве хора Акапелла. Что должен дирижер сделать для того, чтобы певец понял, что ты хочешь и что ты слышишь? Вот эта подгонка идеального звучания твоего к реальному звучанию, который продуцирует певец, вот как это происходит, это и есть тайна этой профессии. И еще высказывание Листа, который был не самым лучшим дирижером, скажем, мягко он говорил о дирижерах. Мы не грибцы, мы кормчие. Дирижер – это вторая профессия. Потому что первая профессия – это он должен быть музыкантом. Перефразируя Самникова Алексеевича, поэтом можешь ты не быть, но музыкантом быть обязан. Вот на этом я позволю себе закончить свое вступление. Спасибо. А теперь, пожалуйста, вопросы. Уважаемый Владимир Николаевич, как сегодня существует ваш коллектив, Московский камерный хор, под нескончаемые разговоры о конце классической музыки и репертуара? Как вы сами чувствуете, что все? Это конец? По-моему, позапрошлой весной меня пригласила Оля Ионова, замечательная руководительница детского хора, в город Дубну, на фестиваль детских и юношеских хоров. Пятьсот человек, участники этого фестиваля. Пятьсот. Радуется душа, потому что из них, я не знаю, пяток будет, может быть, музыкантами, и то хорошо. А остальные-то кем будут? Людьми с разбуженным в душе чувством творчества. Именно отсюда начало. Поэтому что называется конец? Ну, знаете, всякий жанр, и хора капелла в том числе, всякий жанр переживает свою синусоиду. И, конечно, сейчас, допустим, не самое лучшее время этой кривой, не самое апогей, но кривая обязательно же вывезет наверх. Но такого же не может быть, чтобы этого не было. В Австрии, если вы хотите исполнить девятую симфонию Бетховена с хором в составе 300 человек, вы снимаете телефонную трубку и звоните в одно объединение под названием Зингферайн. И вам будет 300 певцов. Ну, по профессии они учителя, музыканты, парикмахеры, маникюрши и так далее. Но они воспитаны с таких лет, чтобы они могли позволить себе петь, вы позвоните, скажите, мне нужно хор в составе 24 человека, и вам будут 24 человека. Так что проблема в том, что нация должна иметь развитую музыкальную культуру. Вот эта развитая музыкальная культура и определяет наличие публики на академическом концерте в зале. И вот не дадут соврать мне мои коллеги, когда мы приезжаем в ту же самую Германию или в Австрию, залы всегда полны. Всегда полны. Какой бы ни был концерт. ПЕСНЯ 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 с лишним лет таким же? Когда я говорил о том, что ансамбль солистов, я, конечно, в первую очередь имел в виду следующее, что он или она в этом поющем коллективе должна себя чувствовать полноценным артистом, который то, что называется специальным термином фанация происходит ну, на сто процентов. Но при этом очень трудно сделать хор, потому что, когда фанация на сто процентов, это значит индивидуальности много, и надо их как-то сочетать. Певец себя слышит не так, как пианист или, знаете, скрипач. Вот может слышать себя мышечно или по внутренним трубам сверху, как-то когда поет масса людей, то, конечно, хуже слышно. Но зато каждому кажется, что он поет совершенно. И когда вот это вот полноценное ощущение, тогда есть полнокровный хор. А когда поет человек на 25 процентов, в это время он может думать о чем угодно. Это называется такое, знаете, сольфеджио со сцены. А не раскрытие смысла и партитуры, и слова, в первую очередь. Слова не хватает. Вот это вот мямлят, поют. Там довольны, спокойно, и тут спокойно. Так вот пальцы крутят, и отлично все. Таких много, к сожалению. К сожалению, таких много. Что касается сегодняшних возможностей. Я вам как-то не поленился, посчитал. Мы были в конце того года на гастролях в Японии. Когда я посчитал количество солистов, их оказалось почти половина хора. Знаете, у нас есть такой раздел, который называется самодеятельность артистов. Ну, мы как нормальный коллектив отмечаем дни рождения и делаем какие-то посиделки. И на этих посиделках вот, знаете, спел то-то или спела то-то оказывается настолько талантливо, что потом ты берешь этот номер и в программу вставляешь. Чем я хочу сегодня воспользоваться и пригласить на сцену мужской квартет в составе Сергея Година, Виталия Серебрякова, Алексея Кольцова и Андрея Крыжановского. Они вам споют украинскую песню «Ой, чей то кинь стоить». Так вот, это их художественная самодеятельность. Желаю вам успеха. «Ой, чей то кинь стоить, щеби лагри манька, сподобала Сподобалась мені, сподобалась мені, Тая девчинка. Сподобалась мені, сподобалась мені, Тая девчинка. Не так та дівчина, Як біле личенько. Одай же, дівчина, Одай же, гарна я, На коня рученьку. Одай же, дівчина, Одай же, гарна я, На коня рученьку. Дівчина підійшла, Рученьку подала, Ой, краще б я була, Ой, краще б я була, Коханя не знала. Коханя, коханя, Свечора горання. Як сонечко зіде, Як сонечко зіде, Як сонечко зіде, Як сонечко зіде, О, краще б я біле, О, краще біле, О, краще біле. Владимир Николаевич, дорогой, когда я бываю на ваших концертах, я стараюсь не пропустить ни одного, то я иногда ловлюсь именно о том, что даже когда ваш хор поет акапелла, мне кажется, что играет при этом симфонический оркестр, потому что звучание настолько мощное и сильное. И вот в связи с этим я хочу вам задать один вопрос. Почему вы выбрали именно как дирижер хормейстерскую, так сказать, судьбу? Потому что я слышу и вижу, как вы дирижируете симфоническим оркестром, и это прекрасно и замечательно. Ирина Павловна Карташова, народная артистка, актриса театра Моссовета. Ну, во-первых, спасибо вам за вашу оценку. Да, я охотно верю, потому что мы стремимся к этому, чтобы, когда поет солист, ему аккомпанировал оркестр, где тоже нету слов, а есть оркестр голосов. Павловна Карташова, народная артистка, актриса театра Моссовета. Почему я выбрал эту профессию? Да, наверное, на этот вопрос ответить мне очень просто, потому что так было угодно проведению, чтобы я, знаете, выделялся, видимо, чем-то, поступив в первый класс обычной, нормальной, средней школы. Но на уроке музыки, а тогда еще в школах были, как это ни странно покажется сейчас, уроки музыки, и помимо этого, вся школа, вся, она должна была в какой-то самодеятельности участвовать, вне классных занятий. И у нас был театр свой, были три хора, младший, средний и старший, на какие-то праздники красного календаря выступали эти хоры, а мы, первоклашки, знаете, от Кайфорты сидели, смотрели их, и сами участвовали тоже, но нас пока еще не выпускали на большую сцену. Кстати, в школе был актовый зал, настоящий, двухсветный актовый зал, где была замечательная акустика, и где можно было с удовольствием показывать и театральные, и музыкальные отрывки. Так вот, видимо, я чем-то выделялся, конечно, наверное, потому что, когда, я это очень хорошо помню, когда пели песню про счерца, вот этот след кровавой стелется, у меня там, знаете, что-то играло, и я, видимо, из этого общего ряда выделялся, на что учительница по музыке, которая занималась с нами, в том числе, и по фортепиано, вне классных занятий, учительница по музыке пригласила мою бабушку и сказала, вот на мойке 20 в Петербурге свешников осуществляет набор в детскую хоровую школу мальчиков. Вы возьмите вашего внука за руку и отведите его туда. Было прослушано там 300 мальчиков, отобрано 30. 30 было отобрано я, поскольку я первый класс уже заканчивал, был принят во второй, а Саша Юрлов, если вам известна эта фамилия, в третий класс. И вот таким образом 30 мальчиков составляли первый, так сказать, хор свешниковского этого детища. Это было сделано по образу и подобию того учебного заведения, которое было в капелле при царе. Там была такая же школа мальчиков, и они пели. Там было 60 мальчиков и 34 мужчины. Стандарт такой был. 60 мальчиков и 34 мужчины. Среди них было 6 октавистов. А 6 октавистов – это люди, которые брали си, бемоль и ля, контрактавы. А это, когда выстраивались и там мальчиковские голоса, это все было похоже на орган, что и соответствовало, собственно говоря, службе церковной, потому что там, в службе, должен был быть орган из человечьих голосов. Потом война, эвакуация, возвращение, то есть рэ-эвакуация в Москву. У меня уже к тому времени некому было ехать в Питер, я остался в Москве. И это мы, несколько человек, оставшись в Москве, были началом уже московского хорового училища, которое, не доучившись до 10-го класса, потому что был 45-й год, а мужчин уже не было, в консерватории был женский хор, а Свешников был деканом факультета хорового. Ему нужны были мужчины, чтобы был смешанный хор. Поэтому вот эти мужчины, 16-летние и 17-летние, были срочно, не заканчивая 10-й класс, переведены, ну, не по блату, естественно, путем сдачи экзаменов, серьезных экзаменов, в том числе по дирижированию, которому никто из нас никогда не обучался. Срочно коллективный метод, бригадный метод обучения на 2, на 3, ага, на 3 надо сюда, а на 2 наверх, а на 4 сюда. Это когда было сделано все, ладно, сказал Свешников, дирижировать вы их обучите, возьмите, у них есть голоса, и, так сказать, какое-то понимание. Ну, вот таким образом я был поставлен на рельсы, и дальше уже жизнь меня и по этим рельсам, и покатила. Не всегда, правда, они были гладкие, но это уже десятое дело. Что касается, почему камерный хор, видите, идеально для меня было бы, если бы был, конечно, большой хор, в котором мог бы функционировать и камерный состав. Это было бы идеально. Но кто ж тебе даст сделать в Москве еще один большой хор? Никто. А камерный сделать можно. Нашлись добрые люди, помогли, в том числе Свиридов, в том числе Сареганов, Василий Михайлович, заммительства культуры Российской Федерации, Кочетков и так далее. В общем, нашлись люди. Юровский, конечно, который был Росконцертов ведут. Давай, сказал он, срочно за два дня. Бюджет и штатное расписание. Что я и сделал за две ночи. И в коммунного года я подал это штатное расписание. Вот так. А из чего ты исходил? А я говорю, приезжал Роберт Шоу, у него было 32 человека. Я прошу 34. Почему ты прошу 34? Ну, прошу, хочу и все. Вот так. И получилось. А камерный хор, если хотите. Конечно, мне хотелось именно камерным составом немножечко, вот так сказать, знаете, более тонко выписывать что-то для того, чтобы доказать, что это не массовое пение, а хор это замечательное, трудное, но очень нужное и красивое искусство. АПЛОДИСМЕНТЫ Расскажите, пожалуйста, про вашу семью. Маму, папу, бабушку и Ленинград. Спасибо. Про мою семью. Ну, в общем, типичные тридцатые годы. И папа был человек довольно такой отчаянный. Он родился в 1895 году, окончил реальное училище, если кто знает, что это такое. Это готовили технарей. И в 20 лет отправился добровольцем на фронт. Получил ранение. Действительно, я показывал, пуля у него сидела буквально в мышце руки. Головка ее выпирала, поэтому я ощупывал эту мне показу. Вернулся с фронта, принял революцию, поступил в первую конную Буденного офицером связи. Он спас одному человеку, можно сказать, что спас жизнь, и они на всю жизнь остались своими друзьями. И когда папа слушал песню «Жили два друга в нашем полку», он всегда плакал, папа, потому что это сразу воспоминание, сразу нахлынуло все. Мама родилась в Питере. Моя бабушка, а ее мама, в Ярославской губернии, вышла замуж за одного из служащих департамента внутренних дел в Петербурге, который был отправлен на русско-японскую войну, получил там контузию, в 18-м году умер, и бабушка моя осталась вдовой с 18-го года. В 1929-м родился я, и мама случайно утонула в 1934-м. В 1938-м был арестован мой папа, а вот этот друг, которому он спас жизнь, добился пересмотра его дела. Через полтора года мой папа вернулся, и от такого, знаете, когда у тебя папа единственный, единственный человек, с которым ты можешь по-мужски, в кавычках, поговорить, папа-идеал, папа, который тебя берет с собой, папа, ну, одним словом, папа. И пришел другой человек, сломленный, вот это была самая большая трагедия. От этого не убыла любовь, нет, ни в коем случае, от этого только как-то щемило. Тут пока еще мало, чтобы понимал, а здесь что-то начало щемить, что-то начало щемить. Ну, и в 1942-м году папа не стал. Вот вся моя семья. Что касается Ленинграда, я о нем рассказывать не могу. Скажу почему. Потому что я его обожаю. Я обожаю этот строгий, стройный вид, эту гармонию, эти пригороды, в которых меня возили, и где я, может быть, невольно впитывал в себя. Что ж такое гармония, что такое изумительный вкус. Наша семья жила на Каменностровском проспекте, рядышком буквально, там, площадь мира. И второй дом от этого проспекта. И эта красота. А потом эти белые ночи... Нет. Все. Я буду очень долго рассказывать. Не надо. Если я вас утомил, я просил бы разрешения предложить вам еще один номер художественной самодеятельности. Галия Валеева-Чеванина. А исполнит она старинный цыганский романс «Невечерняя». Гляди, гляди, доказывай. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не вечерняя, не вечерняя ли ты заря, Ай, зря, ай, та зорька, зорька ведь как спотухала, спотухала... Сорька ведь как спотухала... Спотухала... Ты заря спотухала... Сорька ведь как спотухала... Сорька ведь как спотухала... Сорька ведь как спотухала... Сорька ведь... Сорька ведь как спотухала... Сорька ведь как спотухала... Пожалуйста... Уважаемый Владимир Николаевич, создать такой совершенный певческий коллектив мог только перфекционист... Таким человеком быть, наверное, тяжело... Скажите, пожалуйста, что дает вам уверенность в своей правоте? Я человек, сомневающийся в себе... Знаете, как у Фейхтвангера в испанской балладе Муса говорит... Червь сомнения поднял голову... Каждый раз, когда я открываю ноты и думаю, что надо сделать так... Тут же сразу вот этот червь говорит... Да нет, ты посмотри, ты не прав, наверное, все-таки... И вот, начиная через это сомнение, я начинаю себя есть... Потом прихожу к какому-то знаменателю... Но если я прихожу, то я в этом абсолютно бываю уверен... Уж тут ты хоть что... Но уж я должен добиться этого... Но только на сегодня, потому что завтра, когда мы снова возьмем это сочинение... Я скажу, что я был неправ... И что надо все делать иначе... По-другому... И так начинается каждый раз... Вот, не знаю, называется ли это перфекционизм или как-то иначе... Но, по крайней мере, я... Точно знаю, что... Бронза многопудия мне не дано... Вот это я точно знаю... Владимир Николаевич, меня в первый раз на ваш концерт привела моя мама, Наталья Дмитриевна Шпиллер. Концерт был незабываемый. Вы дирижировали всеночную Рахманинова. Но я думаю, что сейчас особенно молодым слушателям и зрителям не очень даже понятно, что было в те годы и какая-то была, в общем, смелость дирижировать в большом зале всеночную. И вот, открывши вашу книжку после какого-то концерта, я прочла заинтересовавшую меня фразу. Вы пишете о том... Вот принцип, я бы сказал, такой немножко не музыкальный термин. Принцип взбивания подушки. Объясните, пожалуйста, что это такое? Мира Святославна Кнушевицкая Шпиллер, актриса Театра Сатиры. АПЛОДИСМЕНТЫ Взбивание подушки действительно, я это как-то очень хорошо ощутил, начиная с момента работы в Новосибирске. Ведь всегда у людей, которые занимаются искусством, есть какие-то просьбы. То ли в партийные органы, то ли в советские органы. Но всегда есть какие-то просьбы, потому что надо то и сё и пятое-десятое. Ну, а особенно, конечно, это проявилось здесь, в Москве. Потому что здесь контор очень много, и поэтому не знаешь, где же вот Юрлов. Вот он единственный знал, в какую контору надо пойти нажать, чтобы выскочило то, что ему нужно. А я, к сожалению, этим не владел. Приходишь в одну контору. Да, да... Кисы Воробьяниновы все сидят, знаете, стёки надувают, Кивают головой, безусловно, надо. И ты, окрылённый, Боже, как тебя понимают, идёшь домой. Проходит неделя, другая, месяц, тишина. Ты тогда думаешь, пойду-ка я напомню о себе. Приходишь, напоминаешь, да... Короче говоря, чтобы долго не рассказывать, во всех конторах, когда побудешь, везде услышишь слово «да», и нигде слова «нет», то ты прекрасно понимаешь, зачем же этому начальнику предлагать более вышестоящему начальнику твою идею. А вдруг эта идея начальнику не понравится, и он будет выглядеть кем? Идиотом. Это первое. Второе. Если даже начальник эту идею примет, неизвестно, чем завтра обернётся эта идея. А вдруг там сварят другую кашу, и ты опять в этом самом... Вот так. Поэтому вот я так и представлял себя. Вот ты сбил подушку, ушёл, она распустилась, стала на своё место. И всё началось сначала. Вот. Владимир Николаевич. Пожалуйста. Вы можете вспомнить самый необычный ваш концерт, который привнёс что-то в вашу жизнь новое? Я студент пятого курса Московской консерватории. И я одновременно помощник Алиса Васильевича Свешникова в Государственном хоре Союза СССР. У хора гастроли, и я должен ехать с ними. У меня два госэкзамена. Между ними у меня есть четыре дня. Свешник говорит, поедешь со мной. Я поехал. Про себя подумал. Мне бы лучше, конечно, сейчас бы такой диамат возьму с собой. Буду читать. Ну, диамат для молодого поколения мало что говорит, но надо было, знаете, прочесть, допустим, работу Ленина. Материализм и империокритицизм. Как идиоты начинали читать. Ничего не понимая, но читали. Однажды в аспирантуре уже будучи, преподавал умный человек тот же самый предмет. Он сказал, да что же вы всё читаете, глупые. Вы просите вот это, вот здесь кусочек, и вот эту фразу. Идите сдавайте. Потому что он знал, что надо из этого талмуда взять самое главное. И вот, значит, послезавтра у меня должен быть экзамен. А меня сегодня вызывает к себе свешник, говорит, я уеду в Москву, а он к этому времени был ректором. Я уеду в Москву, а ты завтра будешь дирижировать концерт. Я говорю, а репетировать когда? Ты что, с ума сошёл? Как ты? Всё обязан знать. Какие там репетиции? Короче говоря, ни с чем я ушёл. И на завтра концерт в таком городишке в Ивановской области по фамилии Тейково. На завтра состоялся концерт, но не благодаря мне, а благодаря замечательному коллективу, который вылезал из шкуры, чтобы помочь этому юнцу. Мне было тогда, а, 21 год. Я вышел, ну, как обычно выходит начинающий, там ни жив, ни мёртв и всё остальное. И думаю, как же мне быть-то, я ведь вот не так дирижирую, как Свешников, а ведь, наверное, хору-то привычнее, как Свешников. И я стал работать под Свешникова. Концерт, который был накануне у Свешникова в городе Иваново, там бисов не было почему-то. А тут было целых два биса. И я подумал, да, наверное, это начало моего конца. Потому что высовываться-то, тогда я понимал, высовывать нельзя. Но получилось так. Мало того, наутро, когда пришёл хор там на репетицию, а я пошёл сдавать экзамены, был такой замечательный баритон, экспансивный. Он ещё пел в придворной царской певческой капелле по фамилии Аверка. Звали его Никифор Михайлович. Он пришёл, как мне рассказывали потом свидетели, он пришёл к Свешникову и с той экспрессией, на которую был способен, сказал, «Отец родной, кого ты воспитал?» И дальше пошли превосходные степени, и случилось дальше то, что должно было случиться. Меня призвали в армию. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И, наконец, последнее. Это Лена Образцова. Те чувства, которые я испытал, стоя рядом с этой великолепнейшей, талантливейшей и великой актрисой и певицей, конечно, эти чувства, если бы я не знал бы, что есть такие солисты, я, наверное, никогда бы подобных чувств не испытывал бы. Хотя я терпеть не могу вслух говорить этого слова, потому что оно затёрто до неприличия. Я тебя обожаю, я тебя люблю. Понимаете, я терпеть не могу. Но сейчас, я должен сказать, я очень люблю артистов, с которыми я вместе сотрудничаю. Мяу, 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 мяу. Уважаемый Владимир Николаевич, сегодня известно, что существует проблема донесения текста литературного в музыкальных произведениях. Многие артисты, в том числе и поющие, утратили технику. Скажите, пожалуйста, как вы работаете над литературным текстом и над произношением в музыкальных произведениях? Существует несколько способов, ну, из них два самых полярных. Первый – это заставлять людей просто сначала на упражнениях трудные сочетания, допустим, бре-бра-бро-бри и так далее. А это идёт из школы, знаете, МХАТовской. И Свешников это оттуда взял, потому что он работал в первой студии МХАТа руководителем хора. Это один метод такой, чисто механический. Потом этот метод переносится на произведение и начинается, ну, дрессировка, муштра. А есть второй метод – это когда заставить человека высказать смысл слова, а не токмо его оболочку. Вот с этим делом у всех обстоит плохо, у нас в том числе. К сожалению, да. К сожалению, да. Потому что, знаете, пока мы не дошли ещё до той степени говорения с публикой, при которой человеку не надо было бы напрягать ухо, пока ещё мы не созрели до этого. «Надеюсь, дойдём». Я имею в виду русский текст, в первую очередь, конечно. Потому что латынь, ну, там, что не скажешь – всё хорошо. Пожалуйста. Владимир Николаевич, вы как-то сказали, что звук должен выражать правду. Как это сделать? И второе – есть ли граница возможного для человеческого голоса? Спасибо. Во-первых, это сказал не я, а сказал Мусорский. Хочу, чтобы звук выражал правду. Так что авторство приписывать не надо. Мне второе – границы человеческого голоса. Да, границы определены природой. Это кто-то имеет полторы октавы, кто-то две. Исключение есть, ну, допустим, певица такая была бразильская, и Масумок. У неё было три октавы. Но за пределами второй октавы начинается уже свисток и фокусы. Это не голос, это свисток. У нас была такая певица, она пела Соловья Алябьева. На октаву вышли, я не помню её фамилию, но такая была тоже. А что такое выражать правду? Приведу пример вам. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся. И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Вот это четверостишее можно прочесть так, как прочёл его сейчас я. А можно прочесть его художественно. И психологи сделали опыт. Они приглашали человека и ставили перед ним две фотографии. Одна выражала ужас нормальный, естественный, а второй была фотография ужаса, который сыграл актёр. Потом меняли. Это был смех и тут смех. Удивление, удивление. Разные состояния эмоциональные. Как вы думаете, на какую фотографию большинство испытуемых показало? На те, кто был естественный ужас или актёрский? Как вы думаете? Актёрский. Совершенно справедливо. Актёрский ужас воспринимался как ужас. Потому что вот это то, что я к чему веду? К тому, что художественная речь со сцены, со страды, если вы говорите, подчёркивая смыслы слова, предложения, периода, вот тогда это убедительно. А иначе начинается, ну, бубнить. Ну, пошёл же, ради Бога, небо, ельник и песок. Поэтому для того, чтобы было убедительно, надо, чтобы певец пропустил это через себя. Смысл этого предложения, смысл, но главное, как донести этот смысл, как это спеть. И масса певцов, простят меня пусть живущие, поют абсолютно бессмысленно, не понимая, что в них главное – голос. Вот показать свой голос, понимаете? А больше ничего не имеет значения. Поэтому правильно, допустим, Мусорский, хочу, чтобы звук выражал правду. Вот то, что мы стремимся с нашим хором, не всегда удаётся, но всё-таки стремление к тому, чтобы была правда сказана, оно есть и оно в нас живёт. И, кстати говоря, по поводу правды. Вот не дадут мне соврать мои коллеги, у нас в хоре есть порядок такой – ты пробуешь соло, ты пробуешь соло, ты пробуешь соло. Потом я, прослушав всех, и все слушают, я стараюсь выбрать, не покривив ни граном своей художественной совести, для того, чтобы выбрать того, у кого получается это лучше. Что значит лучше? Убедительнее. И на меня, надеюсь, надеюсь, что не обижаются. Вот так. Владимир Николаевич, нужно ли быть верующим человеком для того, чтобы исполнять духовную музыку? Иначе говоря, возможно ли быть неверующим человеком, чтобы исполнять духовную музыку так, как это делает ваш хор? Начнём давайте вот с чего. Храмовое пение, храмовое пение я ещё застав. Конкретно это Никольский собор Петербурга и Владимирский собор Киева. Там были хоры, там были регенты, потому что церковный хор всегда регент. Там были регенты, которые ещё застали традиции 19 века. А тогда храмовое пение резко отличалось от светского пения. Сегодняшнее храмовое пение не имеет никакого отношения к тому храмовому пению, которое было. Потому что, во-первых, поют несколько человек. По-разному. Я бываю в церквях, слышу. Я не являюсь поклонником того течения, которое говорит, что под храмовое пение очень удобно молиться. Да, конечно, не слушать, конечно, удобно молиться. Но я представлял себе, как пел хор изумительнейшего дирижёра от Николая Михайловича Данилина, когда царь снял с пальца перстень и дал ему. Я представлял себе, насколько страстно это было. Я понимал, или я думаю так, что в этот момент пик крещендо музыкального, кульминации музыкальной должен был совпадать в душе молящегося с чем-то особенно важным для него. И когда, как мне представляется, происходили такие совпадения, это наиболее, если хотите, так условно говоря, доходящая до Всевышнего молитва. Надо ли быть верующим для того, чтобы петь? Думаю, что не обязательно. Думаю, что важно понимать смысл этих молитв. К чему она направлена? Вот мы сейчас над этим и работаем. У нас будет снова литургия Рахманинова, снова по-другому и снова стараясь постичь, может быть, не столько молитвенную сторону этого дела, сколько характер или грани характера православного человека. Я благодарю вас за ту энергетику, которую, стоя здесь, я от вас получал. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ